здоровенькие были подписчики мопеда и раритета и часа это вагнерлэнд.ру с вами снова Илья Механик и это третья серия видеоряда перекличка как я обещал третья серия будет посвящена панони ТЛФ коляской Дуно Олдал Коджи 3 версия 1 но в связи с тем что на улице у нас плохие погодные условия ведь идет дождь со снегом а когда выносилась голосовалка погода была более менее нормальная вот буквально днях поменялась а панони это разобрано по двум местам если сейчас увидите вот она стоит ТЛФ с большими ступицами плохо конечно видно и вот от нее коляска с круглым крылом вот они находятся корица в самых дальних углах вот морда пропеллера той коляски и поэтому по погодным условиям я еще не могу выкатить и заснять серию полноценно поэтому я ее перенесу на более поздние выпуски когда погода устаканится и не так будет страшно кучу техники выкатить а сегодняшняя серия будет полностью посвящена панони т5 1966 года панони т5 мотоцикл венгерского завода чепель производилась с 1964 года по 1965 год имела рабочий объем около 250 кубиков диаметр поршня был 68 миллиметров ход поршня тоже составлял 68 миллиметров выдавала от 14 лошадиных сил в начале модельного ряда и в 75 году 18 лошадиных сил двигателя своего имела 4 ступени коробки передач одна из немногих мотоциклов 250 кубового класса оснащалась боковым прицепом обычно по стандарту мотоцикла от 350 кубиков оснащались таким прицепом но из-за своей мощности и благодаря судоремонтному заводу который производил вот такие вот легкие боковые прицепы дуна переводе сначала дунай могла быть дооборудована таким вот конфигом рама трубчатая сварная дюплексная то бишь две трубы передняя подвеска идет телескопическая пружинная механическая там нету масла там чистой пружины задняя маятниковая двумя гидравлическими амортизаторами регулировка натяжения цепи производилась эксцентриком который находится здесь и по факту задней части не требовались как привычный всем нам натяжители колеса устанавливались на этот мотоцикл размерностью 30 на 19 впереди 325 на 19 сзади на коляску что колесо 30 на 19 на этот год 66 конч является моя фанония она была оборудована таким видом фары это не домик это полу как стрелачи или выпукла я уже не помню точное название сиденье двойное двигатель вы видите сейчас от панони и тлф с этой панони и двигатели разобраны на там и поэтому показывать не буду электрооборудование было 6 вольтовая на тот момент это были 60 70 года был аккумулятор который служил только для записки стояночных одней расположил располагался он в правом бардачке спидометр белого цвета до 140 километров в час тут чем стоит черный коляска отдельного внимания заслуживает это уже коляску стоит последних годов и третья версия после 72 года если не ошибаюсь она пошла там специалисты меня поправит идет вместо любимого всем пропеллера которая показала вначале уже обычная кастрюля как называют просто народе и квадратное крыло выпуклый щиток на колесе под таким вот дождевым чехлом открывает просто по моему пониманию королевское сиденье подлокотниками вообще ты как этот дермантин если я прав карточки как автомобили с кармашек для вещей сиденье имела 9 пружин на которых и восседал наездник если от сиденья то за ним прятался небольшой багажник который можно было по паспорту до 15 килограмм вес мотоцикла одиночки составлял 146 килограмм и с этим весом эти 14-18 лошадей его могли разгонять от 110 начальной версии до 130 последней версии этого мотоцикла данный экземпляр ко мне попал 2011 году был куплен но и селе чумаки днепропетровской области приехали мы на место расплатились человеком и сел на него я и поехал спустя два месяца мне удалось запорожской области купить вот это замечательную боковую коляску потому что как я посмотрел в интернете ну я не представляю лично для тебя этот мотоцикл без боковой коляски тем более такой легкой даже чтобы понимали о чем я веду речь вот мотоцикл этот можно сделать без особых усилий и одна из проблем из этой легкой коляски и и без это невозможно ездить то есть я накладывал двигателя прочий там балласт чтобы с ней прокатиться вот тут по гаражам если ты ездишь без пассажира то велика вероятность перевернуться в правом повороте когда и ну те кто знаком с ездой на колясочном мотоцикле цвет в документах которые приложили к этому мотоциклу там очень древняя книжечка и цвет не указан был вот этот цвет остался до сих пор тот как в калором мне его продавали в интернете я очень нашел интересную панонию восстановлен красного цвета именно вот эту панонию 66 года я буду украсить тот цвет так как документы которые имеются графы как цвет не было на тот момент номера есть вы видели вот там под сиденьем сидят книжечка есть даже страховка оформлялась пару лет на него но лично ну и потом то все дело забросил и я решил что лучше деньги потрачу на покупку кого-нибудь мопеда недостатки первым недостатком был двигатель смотрите этот тлф ки разобранный двигатель него был треснутый кастер и двигатель был 72 года уже не родной чем разница вот по картерам будет заметно вот это вот от тлф ки тут нету вентиляционных ребер дальше они начинают корица множится расти на цилиндре идут свои пропилы в общем-то картера и двигателя у меня такого нет по электрооборудованию практически все было проводка перетянута повторно предстоит перетягивать по коляске как видите проблему стать окрасочным покрытием я буду создавать пропеллер под шестьдесят шестой год наверно его сюда прицеплю а может эту кастрюлю оставлю я еще не решил эта коляска стать в отличие от первой серии имела амортизатор гидравлический своей подъездки до этого применялся торсион в подвеске коляски еще с проблем это спидометр но он у меня есть крыло пластикового уже стоит хотя на шестьдесят шестой год и по спорным моментам переднее крыло могло быть и железным металлическим еще из косяков это трубы chrome стандартная комплектация этих резинок главный косяк я считаю это пока нет отсутствия мотора так что будем ее восстанавливать потихонечку всем спасибо за внимание подписывайтесь рассказывайте друзьям и ждите четвертую серию всем пока